Продолжаем наш разговор про сверхмассивные черные дыры и сегодня поговорим о том, как черные дыры образуются, как они увеличивают свою массу и сливаются. Это примерный план лекций, набор всяких ключевых обзоров, в том числе достаточно новых. Существенно для истории сверхмассивных черных дыр, что сверхмассивные черные дыры формируются и растут вместе с галактиками, то есть вместе с формирующейся крупномасштабной структурой. В современных сценариях, которые имеют под собой достаточно наблюдательное обоснование и теоретическое, предполагается, что идет такой иерархический рост структуры, когда более крупные объекты, как правило, образуются позже. То есть мы видим, мы наблюдаем эпоху, когда, например, не было скоплений галактик. Ну и, соответственно, тоже в среднем верно для отдельных галактик, хотя здесь тоже есть некоторые особенности, и этот сценарий не говорит о том, что самые крупные галактики образуются в наши дни, но мы об этом еще будем говорить. Как бы то ни было, в таких сценариях рост начинается с достаточно мелких объектов, поэтому звезды образуются раньше галактик. И вообще говоря, когда галактики образуются, как мы увидим, в этих сценариях у них уже есть черные дыры, и задача черных дыр этих потом попасть в центральные части галактик и увеличить свою массу. Но здесь возникает много интересных вопросов, и не на все из этих вопросов у нас есть на данный момент ответы. Ну вот довольно старое уже моделирование, но очень красивое, оно мне очень нравится. которое Андрей Кравцов с авторами когда-то давно сделали. Здесь показан рост структуры от красного смещения 28. На таком красном смещении нет еще ни галактик, ни даже звезд. И потихонечку мы видим, как вырастает структура, возникают скопления, сверхскопления. Что отсутствует как бы на этом изображении по чисто таким не техническим, а соображениям, связанным с визуализацией. Это эффект расширения Вселенной. То есть здесь мы в таком сопутствующем объеме, который не меняется. Вообще надо, конечно, понимать, что все это происходит на фоне расширяющейся Вселенной. И, соответственно, мы не можем сказать, что в каждый момент времени вот ребро этого куба равняется такому-то количеству наших мегапарсек, равняет соответствующему количеству сопутствующих мегапарсек. Ну вот если мы стартуем Z28, то к настоящему времени масштабный фактор в 29 раз, соответственно, изменился. Ну вот в ходе этого роста структуры, что существенно происходит, скучивание объектов, сливаются протогалактические такие облака, скажем так, сливаются галактики. И все это отражается на росте эволюции и наблюдательных проявлений сверхмассивных черных дырей. Соответственно, повторюсь, что на очень ранних этапах возникают такие зародышевые черные дыры, и они присутствуют всю дорогу по мере развития вот этой самой структуры. Естественно, ключевую роль в многих, и особенно в начальных этапах просто структуры, играет темное вещество, но об этом я буду совсем чуть-чуть упоминать. Можно посмотреть симуляцию уже немножко меньшего масштаба, как растет скопление галактик. И здесь вы видите яркие объекты, это галлотемного вещества. То есть не нужно представлять себе каждый такой блокик яркий, как действительно яркий блок в оптике, вообще в каком-либо электромагнитном диапазоне. Речь идет о галлотемного вещества. Ну а уж где там есть звезды, где нет, в каком количестве, это вопрос для более детальных моделей. И как раз в конце прошлой лекции мы говорили об пакетах Иллюстрис и Игл. Но нас интересуют очень ранние истории. И для многих сценариев формирования черных дырей важны первые звезды. У первых звезд есть та проблема, что они возникают в чистом первичном веществе, где у нас есть водород, гелий и нет более тяжелых элементов. И почему это важно? Потому что наличие более тяжелых элементов, которые могут формировать всякие молекулы, особенно несимметричные, такие как целло, например, очень важно для остывания межзвездной среды при сжатии. Естественно, если вы взяли уголки газа, оно у вас сжимается под действием гравитации, оно будет нагреваться. И в какой-то момент сжатие становится, вам нужно отводить тепло, нужно, чтобы облако излучало. И в межзвездной среде, скажем, в нашей галактике, ну, вообще в межзвездной среде в наши дни, где идет процесс звездообразования, ключевую роль такого теплоотвода играют тяжелые элементы. В ранней Вселенной на Z20, скажем, ничего похожего нет, первые звезды еще не возникли. И поэтому звездообразование связано с одной единственной молекулой, которая есть на тот момент, это молекулы H2. Ну, для пуристов я могу оговориться, что, конечно же, есть какое-то количество элементов тяжелее гелия. Поэтому, конечно, есть какие-то другие молекулы, но в настолько ничтожных количествах, что, в общем, для нашей истории это никак не важно. Итак, у нас есть молекулы H2, и поэтому нам нужна довольно массивная гала для того, чтобы они в итоге могли остывать. Галы, естественно, доминированы темным веществом, и речь идет о гала с массой где-то миллион масс Солнца, и там 90% приходится на темное вещество, и 10% на вещество обычное по порядку величины. И, соответственно, эта картинка показана по вертикальной оси доля H2. Естественно, чем массивнее гала, тем больше будет доля этих молекул, там будет какое-то количество холодного газа. По горизонтальной оси вообще отложена вериальная температура, но она, естественным образом, связана с массой. Так что вот здесь находится справа вверху более массивная гала, и можно выделить критическое значение комбинации этих параметров, при которых может начинаться коллапс, связанный с образованием первых звезд. Существенно, что первые звезды могут быть массивными. Вообще говоря, вовсе не обязательно все 100% первых звезд очень массивны. И в современных моделях появляются звезды с массой, порядка массы Солнца, например. Но для нашей истории важны массивные звезды, которые за счет прямого коллапса дают черные дыры. И, соответственно, получаются черные дыры с массой порядка 100-200 масс Солнца. Это картинка из еще одного моделирования, где также рассматривалась такая неустойчивость в межзвездной среде, межзвездной еще нельзя сказать, в газовой среде, в молодой Вселенной. И, соответственно, там, где мы видим яркие точки, там запускается звезда образования на этой картинке. В итоге образуются первые звезды, и они точно дают нам черные дыры. Что еще может нам давать? В принципе, газовое облако может просто сколлапсировать черную дыру, но, может быть, пройдя через короткую стадию сверхмассивной звезды, о сверхмассивных звездах мы еще будем говорить. Как бы то ни было, можно два основных варианта рассмотреть. Это первые массивные звезды, будем называть их просто массивными, звезды с массой малой сотни, скажем, масс Солнца. И они дают черные дыры с массой порядка 100 масс Солнца. Опять-таки, по порядку величины. Если у нас коллапсирует газовое облако, то здесь можно получать более массивные черные дыры. Ну, если процесс, как мы увидим, идет через сверхмассивные звезды, то можно и за 10-4 масс Солнца уйти. Ну, а дальше вот эти мини-галлы, в которых все происходило, сливаются, образуются галактики. И, повторюсь, в галактиках с самого начала их формирования уже присутствует черная дыра. Ну, кроме того, рост галактик, как мы увидим, может способствовать появлению дополнительных каналов формирования черных дыр. В недавнем обзоре приведена такая более развернутая, что ли, картинка, включающая в себя больше деталей. Не буду на ней останавливаться. Кому интересно, посмотрите на соответствующий обзор. Ну, что существенно. Вот о чем я говорил. Если мы идем через сверхмассивные звезды, смс от Supermassive Stars, то тогда мы можем делать черные дыры даже с массами сотни тысяч масс Солнца, сразу, разными. И это для объяснения ряда наблюдаемых фактов очень важно. Вот эта картинка мне очень нравится. Мы начинаем с зародышевых черных дыр. Начинаем на больших красных смещениях. Ну, вот здесь плавность за десяткой. В некоторых сценариях люди протягивают это дальше и начинают там почти с 20. Это, вообще говоря, заметная разница 10 и 20, где начинать. Ну, вот мы начинаем, идет рост структуры, идет аккреция, растут черные дыры. И вот здесь нарисованы объекты, которые являются сверхмассивными черными дырами в ядрах галактик. Но, походу, поскольку вы начинаете с очень большого количества зародышевых черных дыр, походу у вас остаются лишние, невостребованные черные дыры, которые были выброшены по каким-то причинам из галактик за счет динамического взаимодействия или слияния, мы об этом еще поговорим, или просто оказались там в каких-то блоках, которые не вошли в итоге в состав галактик, или вошли, но динамика такова, что черная дыра в итоге болтается где-то в гал. И поэтому во Вселенной должно быть очень большое количество легких черных дыр, черных дыр промежуточных масс, соответственно, между современными звездами, между классическими такими сверхмассивными, и вовсе не обязательно эти объекты находятся в центрах галактик. Но вот на прошлой лекции я говорил, что большой интерес представляют легкие черные дыры в карликовых галактиках, потому что, возможно, это зародышевые черные дыры, которые не испытывали большое количество слияний, не испытывали, не переживали эпизоды мощной аккреции, и поэтому их изучение может пролить свет на то, с чего мы стартуем, с чего стартуют сверхмассивные черные дыры, поскольку это важно, поскольку в этом вопросе много не ясно. Разумеется, давайте я здесь это подчеркну, наличие нескольких разных сценариев не говорит о том, что они 100% конкурирующие, ну, то есть правильный или один, или другой, или третий, они все могут работать, и почти наверняка все работают, вопрос в какой пропорции и для объяснения каких объектов. Ну, вот с какими объектами здесь как раз возникают проблемы. Проблема, как я говорил в тот раз, не в том, чтобы объяснить самые массивные черные дыры, а проблема в том, чтобы объяснить довольно массивные черные дыры на больших красных смещениях. Ну, вот что у нас есть на этой картинке. Масса по вертикальной оси, красное смещение по горизонтальной, и проблемы возникают с вот этими объектами. Объекты не бог весть такие массивные, ну да, там миллиарды, сотни миллионов масс Солнца Но важно, что видим мы их на больших красных смещениях И вот эти пунктирные красные линии соответствуют росту массы черной дыры Рост ограничен в первую очередь, есть ли другие ограничители, мы еще о них помянем Рост ограничен эдингтоновским темпом аккреции и какую долю своей жизни черная дра находится на этой стадии Но самый быстрый рост вы можете обеспечить, если у вас черная дра 100% времени находится на стадии эдингтоновской аккреции Ну и тогда смотрите, вы можете переносить вот эту линию И в принципе, если вы начинаете со звезд населения 3 где-то, то есть с легких черных дыр Там на Z12 вы не можете объяснить объекты типа вот этих Ну включая, конечно, объекты отмеченной звездочкой Такое особенно удивительное, видите, он сильный, не самый массивный, но зато на Z больше 7 находится И или вам нужно стартовать с очень массивных черных дыр То есть старт вот откуда-то отсюда Или уходить на большие красные смещения На большие красные смещения уходить сложно Поэтому обычно обсуждают разные сценарии формирования зародышевых черных дыр Чтобы вот такой, хотя бы такой максимально эффективный кривой роста Обеспечить формирование самых трудно объяснимых объектов Но поскольку вот не все черные дыры войдут в итоге в состав центральных сверхмассивных черных дыр То в галактиках должно быть большое количество болтающихся черных дыр И на этих графиках показаны результаты расчетов, которые иллюстрируют это количество Причем здесь нарисованы только действительно массивные черные дыры с массой больше миллиона масс Солнца И, соответственно, на левом графике показано количество таких сверхмассивных черных дыр В пределах 10 килопарсеков от центра гала То есть вообще говоря, это довольно близко от центра галактики То есть гала может простираться и на 100 килопарсек А здесь речь идет о его внутренней части И речь идет о галактиках немножко разных типов Но количество более или менее идентичное И видно, что в 20 примерно процентах гала галактических На таких небольших расстояниях от центра болтается под десяток практически В 7 штук, хорошо, сверхмассивных черных дыр Что вообще говоря, много То есть это может быть важно для объяснения каких-нибудь экзотических процессов Ну а на правом графике показано распределение количества черных дыр Опять-таки в разных галактиках по гала Соответственно, вот идет рост И видно, что в пределах 10 килопарсек от центра Находится в среднем по порядку величины половина черных дыр А, соответственно, половина находится во внешних частях Вплоть до окраин гала, вплоть до 100 килопарсек Из той же работы картинки, собственно, как это все могло бы выглядеть Есть галактика в масштабе, галактика типа нашей И показаны из одной реализации черные дыры, сколько их там болтается Длина вектора соответствует модулю скорости Соответственно, за 100 километров в секунду Естественно, близко от центра объекты двигаются в галактическом потенциале Вблизи от центра скорости больше, дальше от центра скорости в среднем меньше Но опять-таки это зависит от орбиты Естественно, в верхней точке орбиты скорость черной дыры минимальная Но это то же самое в другой проекции, просто показываю Хорошо, соответственно, у нас есть проблема наличия массивных черных дыр на Z порядка семерки и больше Это соответствует возрасту Вселенной менее миллиарда лет И поэтому нужны достаточно разнообразные сценарии формирования зародышевых черных дыр Люди рассматривают, повторюсь, разные сценарии Вот здесь для трех сценариев показано распределение по массам Соответственно, правое это прямой коллапс первых звезд В серединке зеленым показано Это черные дыры, которые возникают в результате такого бурного процесса слияния звезд И, наконец, синее это черные дыры, возникающие за счет прямого коллапса больших масс газа Ну и, соответственно, если у нас есть коллапс больших масс газа Здесь мы можем уйти за миллион масс солнца по массе первичной черной дыры И это обеспечит нам хороший старт То есть здесь любимая аналогия, что важен размер первичного капитала Если вы начинаете с 10-2 долларов, то значит долго будете расти до миллиарда долларов А если начинаете с миллиона с лишним долларов, то у вас гораздо больше шансов добраться до миллиарда Соответственно, здесь показано распределение по массам черных дыр на разных красных смещениях И показаны разные варианты, разная эффективность Но все это только один вариант формирования самих черных дыр Это прямой коллапс Поэтому здесь речь идет только о очень массивных объектах И существенно, что начинаем мы с очень ранних времен Вот там Z18 Ну и поэтому, соответственно, при высокой эффективности можно даже до 10 миллионов масс солнца добраться Что, повторюсь, обеспечивает хороший старт Есть совсем другой сценарий Где очень массивные черные дыры формируются сразу на месте В результате численного моделирования соответствующие статьи авторы показывают Что при слиянии галактик в их центральных частях могут образовываться массивные плотные диски вещества Которые при некоторой комбинации параметров могут коллапсировать и образовывать массивный объект То есть образуется массивный объект, а дальше продолжается поток массы Важно, что здесь вы образуете черную дыру сразу Сразу массивную С массой, может быть, сотни миллионов масс солнца И формируете ее там, где надо, в центре галактики Соответственно, на Z8-10 начинаются уже довольно интенсивные слияния крупных галактик Они успевают к этому моменту возникнуть И, соответственно, без стадии медленного роста Вы сразу в их центре можете создать массивные черные дыры Ну, аналогию с миллиардами долларов я предлагаю вам самостоятельно провести Теперь несколько слайдов, несколько слов о сценариях с сверхмассивными звездами Эти сценарии последние несколько лет активно изучаются И речь идет о формировании черных дыр с массами десятки и даже сотни тысяч масс Солнца Но давайте я, наверное, сюда вначале перелесну На правом рисунке показана внутренняя структура звезд В зависимости от их массы И в зависимости от темпа аккреции, темпа прироста массы Что существенно, речь действительно о звездах То есть, вот обратите внимание, желтой штриховкой Выделены области, где идет термоядерный синтез, где идет горение водорода И, соответственно, в общем мы можем действительно классифицировать эти объекты как звезды Ну, там с массой выше некоторой Но нас интересует диапазон порядка тысяч, десятков тысяч Можно вообще только на верхние две картинки смотреть И для всех масс вот есть области, где у нас идет термоядерный синтез Что довольно существенно и интересно Совсем недавно в этом году была представлена очередная работа Где люди рассмотрели поведение таких звезд, эволюцию, но правда с одномерным кодом Но он довольно такой детальный, тем не менее, код И получается, что вплоть до масс порядка 150 тысяч масс Солнца Могут действительно долго, до коллапса существовать сверхмассивные звезды То есть вот в течение примерно миллиона лет существует звезда Там идет термоядерное горение Ну, а если масса становится больше этой критической величины То за короткое время, на тепловом масштабе времени Происходит прямой коллапс в черную дыру Ну, как бы то ни было, собственно, для формирования черных дыр не важно Как их формировать Вот такие расчеты скорее важны, чтобы понять Какие объекты мы должны искать на больших красных смещениях Поскольку звезды с массой там 150 тысяч масс Солнца Это довольно заметные объекты И поэтому можно надеяться их углядеть Хорошо Ну, как бы то ни было, допустим, мы сформировали зародышевые черные дыры И, соответственно, нам нужно рассчитывать, как растет их масса Здесь есть много всяких неопределенностей И вот в соответствующей работе были проведены эти расчеты Для самого надежного сценария для черных дыр Которые формируются из звезд населения 3 Поэтому масса черных дыр заданы 150 масс Солнца Разная эффективность роста И очень важно, с какого красного смещения вы стартуете То есть вот здесь я хотел этим графиком проиллюстрировать Важность того Вот вы чуть-чуть сдвигаетесь И разница уже оказывается очень заметной Начинаете вы там с Z15 или Z20 или Z25 Разница довольно существенная То есть нам нужно, скажем, к семерке-восьмерке Выйти на миллиард масс Солнца И, в принципе, если вы уводите образование черных дыр достаточно далеко То вам не нужно иметь очень высокую эффективность Вы все равно имеете шанс Вот по какой-нибудь вот такой кривой Довольно быстро подняться и дойти до миллиарда Ну хотя бы к Z6 Но с другой стороны Эффективность это такой ключевой момент Вот всего вдвое мы меняем эффективность И разница опять-таки разительна Эффективность в два раза больше Значит, вы можете начинать не с Z25, а с Z15 И сформировать немного быстрее нужную черную игру То есть вот в какой-то момент Достаточно ранний, до Z10 Более эффективный рост Переборет то, что, соответственно Другая конкурирующая черная дыра Сформировалась очень рано Рост у нас ограничен дингтоновским темпом Соответственно, в начале Ну то есть пока темп у вас не слишком велик Здесь важно, что речь не идет о том Что есть какая-то граница по массе или времени Вы начинаете аккрецию В начале аккреция идет по формуле Бонди Все хорошо и масса растет Пропорционально квадрату массы Но со временем вы выходите на дингтоновский предел И, соответственно, он отражает Матимальную эффективность аккреции И из-за вот этого предела Вы не можете довольно быстро нарастить массу Вообще, если время для нас не предел То возникает другой интересный процесс Который не дается формировать Очень массивные черные дыры Идея здесь в чем? Если вы увеличиваете темп аккреции Ну смотрите, у вас дингтоновский темп Собственно, вот важно, что дингтоновский темп Пропорционален массе Соответственно, чем больше у вас масса черной дыры Тем больше дингтоновский предел Поэтому, увеличивая массу Вы можете увеличить предельный приток вещества Поэтому, если у вас уже масса Миллиарда масс Солнца То вроде бы вы можете обеспечить Очень большой приток вещества Но здесь есть одна проблема Большой приток вещества Вам нужно с какого-то довольно большого объема Собирать газ И нужно, чтобы он на большом масштабе Тек к центральной части галактики Соответственно, у вас на некотором расстоянии От центра На расстоянии там в 10, скажем, парсек В десятки парсек Формируется уже очень плотный диск И из-за того, что у вас есть плотный газ Он остывает Это достаточно холодный диск И у вас там просто начинается процесс звездообразования А звезды ведут себя как темное вещество Часто спрашивают А почему из темного вещества нельзя сделать Так темное вещество не течет Нужно остывать И если вы в диске создаете звезды У вас газ пошел на образование звезд То звезды ведут себя фактически Как частицы темного вещества То есть как пыль Нулевое давление практически И поэтому звезды просто крутятся на своих орбитах В итоге вы со всей галактики собираете газ Хотите его запихнуть в черную дыру Охлаждаете его Он у вас спокойно дотекает до каких-то сотен парсек Вы его по диску пытаетесь пропихнуть дальше А газ начинает превращаться в звезды И поэтому в принципе вы туда все больше напихиваете вещества Но вещество не идет на рост массы центральной черной дыры А идет на формирование центрального ядерного скопления звезд Очень большого Но соответственно вот это на графике и видно Вот у нас есть приток вещества снаружи Соответственно мы обеспечили очень большой темп окреции У нас массивная черная дыра Все хорошо Но газ начинает превращаться в звезды очень эффективно И в итоге по мере втока Вот то что нарисовано пунктиром Это соответствует трансформации газа в звезды У вас газ начинает перерабатываться в звезды И не протекает внутрь То есть вы огромный вток вещества организовали снаружи А вот здесь он у вас на раз-два с лишним порядка меньше Ну и то же самое меняя массу черной дыры Вы можете это увидеть И дорасти до 100 миллиардов масс Солнца трудно Потому что снаружи вы можете сделать очень большой вток вещества Но уже там где-то на 10 парсеков Весь этот газ пойдет на формирование звезд И внутрь будет протекать очень мало То есть вот этот график он еще выполаживается Вы не можете сидеть на эдингтоновском темпе аккреции Для самых массивных черных дыр И поэтому добраться до 100 миллиардов масс Солнца Оказывается очень трудно Что еще мешает активности черной дыры Это второй эффект дингтоновской светимости в некотором смысле Дело не только в том, что в непосредственной окрестности черной дыры Дингтоновский, вообще поток излучения Сверхдингтоновский поток излучения будет разбрасывать вещество Если вы сделали очень мощное галактическое ядро Активное галактическое ядро То у вас возникает очень мощный поток излучения И механической энергии наружу И газ вы где-то должны брать Вы его собираетесь со всей галактики И он течет в центр Но если у вас в центре работает мощный источник То газ остановится не где-то там в центральной области А он остановится далеко И вообще говоря весь газ может быть нагрет в масштабах галактики И выброшен из плоскости диска Если речь идет о галактике дисковой И такая ситуация похоже наблюдается На наружном клазаре на большом красном смещении И там измерен поток вещества То есть это кинетическая энергия Отток вещества от центрального объекта И этот отток вещества способен воздействовать на всю галактику Соответственно в такой галактике Из-за действия квазара Будет быстро остановлен звездообразование И кроме того прекратится приток холодного газа в центральную область Соответственно квазары в некотором смысле Включают себя сами И замораживают звездообразование в галактике Соответственно поэтому люди рассматривают Совместную эволюцию Роста массы черной дыры И темпа звездообразования И соответственно Идея состоит в том Что когда мы смотрим на корреляции Которые говорили в тот раз Корреляции например массы черной дыры С дисперсией скоростей Ну можем тут вообще даже звездную массу включить То у нас будут черные дыры Которые лежат выше среднего значения И ниже То есть такие слишком массивные черные дыры Недостаточно массивные И идея состоит в том Что это можно объяснить За счет взаимодействия черных дыр С созвездообразованием в галактике Соответственно если у нас сразу образовалась Массивная черная дыра То она очень быстро выключит Темп звездообразования в галактике Вот на левом рисунке Показано именно это Соответственно время Но это вот время назад То есть мы сидим в точке 0 А это там минус миллиард Минус 10 миллиардов лет Вы очень рано запускаете Темп звездообразования Там формируются сверхмассивные черные дыра Она быстро выключает это звездообразование И в итоге дыра у нас будет массивная Звездообразование было сильно подавлено В других галактиках история ровно обратная Максимум звездообразования наступает позже И соответственно мы получаем Большую звездную массу И не слишком большую массу черных дыр Есть еще интересное соображение Основанное на некоторых наблюдательных данных Это связано с историей того Как увеличилась масса черной дыры Есть наблюдения, которые говорят о том Что радиоизлучение более мощное У эллиптических галактик, чем у дисков Соответственно излучение связано с джетами А джеты черпают энергию Из вращения черной дыры Ну могут черпать энергию Из вращения черной дыры Соответственно если мы имеем Быстро вращающиеся черные дыры Там диск подходит ближе к черной дыре То мы можем получать более мощные джеты Соответственно мы можем Основываясь на такой гипотезе Построить распределение по спинам черных дыр Соответственно если это проделать Для эллиптических галактик И для дисковых галактик То мы увидим, что вот крайний бин Где сидят самые быстро вращающиеся черные дыры Выше у эллиптических галактик То есть здесь 80% галактик имеет большой спин И тогда черная дыра может служить Дополнительным источником энергии для джета А у дисковых галактик доля таких черных дыр меньше На четверть примерно И это может объяснять статистику По радиопараметрам галактик разных типов Соответственно есть прямые наблюдательные данные Которые связывают изменения, эволюцию Темпа активности сверхмассивных черных дыр С общей историей звездообразования, эволюции галактик И кажется, что это все удается теперь достаточно неплохо описать Соответственно гистограммами показано распределение активных галактик И есть максимум на Z порядка единицы И линии наложена модель Наложен результат моделирования И действительно в истории активности черных дыр Есть хорошо выраженный максимум, который находится примерно на Z единице Соответственно когда-то была эпоха активных квазаров Потом они выключаются И возможно мы видим некоторые эрудименты этого Известный объект Хани Это вот это облако газа Которое было обнаружено Хани непрофессионалом В рамках так называемого из Citizen Science Project Конкретно в Galaxy Zoo И в качестве объяснения предлагаются гипотезы Которые так или иначе сводятся к тому Что вот у нас есть облако газа И оно подсвечивалось активностью сверхмассивной черной дыры в соседней галактике Можно там немножко варьировать эти параметры Но вот облако находится далеко на расстоянии десятки тысяч световых лет От центра соседней галактики Соответственно десятки тысяч лет назад Ну и может быть раньше Здесь было активное галактическое ядро Которое подсвечивало или направленным излучением джетом То есть джет бил в эту сторону Или просто был мощный источник излучения квазар Который накачивал вот это межгалактическое облако И теперь мы видим излучение этого облака Как такое своеобразное эхо прошлой активности квазара К слову сказать, любопытно, что если это так Если там был квазар То это самый близкий был квазар к нам То есть если бы история человечества чуть побыстрее развивалась То, соответственно, мы бы говорили Что самый близкий квазар не 3C273 А квазар вот в галактике IC2497 Недавно был представлен еще один пример Такого светового эхо Здесь речь идет вот о чем Мы на прошлой лекции смотрели с вами Геометрию непосредственных окрестностей черной дыры Соответственно, черная дыра, аккреционный диск вокруг Если идет аккреция, то вот есть активное ядро Квазар, например, или что-то еще Сейфертовская галактика А на большем расстоянии есть область, которую называют Область узких линий Narrow Line Region Соответственно, там летают газовые облачка Которые могут переизлучать Излучение центрального источника Так вот, в галактике ARP-187 не видно никакого ядра И, соответственно, в этой статье речь идет о наблюдениях на спутнике New Star Но зато видно мощное излучение в линиях Область, где находятся эти облака Она располагается на расстоянии примерно 1 килопарсет То есть округляя 10 тысяч световых лет от центра этой галактики Соответственно, можно говорить о том, что десятки тысяч лет назад В этой галактике было активное ядро И есть данные по кинематике вещества Ну, такой некоторый аналог, если хотите, ферми-бабблс Ну, на самом деле, по-другому они устроены Соответственно, можно сказать, что Вот примерно 100 тысяч лет назад 80 тысяч, если точнее Там работал мощный джет Сейчас там ничего, совершенно спокойная черная дыра Но мы видим следы ее прошлой активности Соответственно, для самых разных типов галактических ядер Есть статистика по глобальной эволюции этих объектов И здесь представлена эволюция числа квазаров И у них максимум на немножко больших красных смещениях На красных смещениях типа двойки-тройки Соответственно, это удается неплохо промоделировать Здесь показаны именно результаты модели На левом графике показано распределение По массам сверхмассивных черных дыр Естественно, мегапарсейки Это вот в сопутствующем объеме все это считается И на низких красных смещениях Вот Z01, 09, 2, 3 На низких красных смещениях прирост черных дыр Связан с легкими объектами И если мы посчитаем светимость То опять-таки Речь идет на низких красных смещениях В основном об излучении достаточно легких объектов Которые аккрицируют с темпом сильно меньше Эдингтоновского То есть вот 0 это эдингтоновский темп Ну, светимость равна эдингтоновская Немножко можно уйти в область сверхэдингтона, естественно В современную эпоху Мощных активных ядер галактик Мощных квазаров нет Но количество их Вообще активных ядер галактик Тем не менее в нашей окрестности достаточно велико Соответственно, когда работали квазары Они вносили заметный вклад В реанизацию вещества во Вселенной Это связано с тем, что у квазаров Более жесткий спектр, чем у звезд Соответственно, как показывают расчеты И сравнение расчетов с наблюдениями На больших красных смещениях Там где-то до восьмерки Доминировали квазары В смысле большого количества ультрафиолетовых квантов То есть квантов за лямб 912 экстрен А в более поздние периоды Когда было запущено мощное звездообразование в галактиках Начали доминировать галактики Таким образом Собственно, почему я включил этот слайд Ранняя история Активных ядер галактик То есть вообще ранняя история Сверхмассивных черных дыр Важна для такой космологической задачи Как расчет реализации Вселенной Хорошо Переходим к следующему кусочку Связанному со слиянием сверхмассивных черных дыр И черные дыры сливаются Поскольку сливаются галактики Соответственно, вот здесь, например Речь идет о конкретной группе галактик В центре соответствующего скопления Вот это картинка, которая наблюдается Мы видим скопление на Z059 И мы можем посчитать, что произошло К настоящему времени в этом скоплении Но в более реалистичных сценариях Галактики в центре этого скопления Сливаются в одну единую То есть формируется центральная Яркая массивная галактика в этом скоплении И неудивительно, что у этой галактики Будет массивная черная дыра Потому что в результате слияний Во-первых, увеличивается втоп газа В центральную область А во-вторых, можно с большой степенью уверенности Утверждать, что во всех этих галактиках Есть свои сверхмассивные черные дыры И когда они образуют единую галактику То с течением времени Черные дыры сольются в одну И поэтому у центральных галактик Скоплений, как правило Наблюдаются очень массивные черные дыры Ну вот известная пара галактик Мышки Соответственно, слева вы видите фотографию И давайте посмотрим видео Довольно старое видео Моделирование слияния Которое призвано именно проиллюстрировать Вот ту структуру, которую мы видим на фотографии То есть здесь все специально так было подобрано Но вот это две довольно крупные галактики Соответственно, опять-таки, можно утверждать Что с большой вероятностью у них, у каждой есть Сверхмассивная черная дыра в центре И в результате слияния Произойдет слияние этих черных дыр Естественно, не сразу Нужно какое-то время Чтобы вначале за счет взаимодействия С газом и звездами вокруг черные дыры Разближались Но в конце концов доминирующую роль Станет играть гравитационное излучение И тогда мы переходим на последнюю Такую понятную стадию слияния Связанную уже с гравитационными волнами Несколько лет назад Было точно померено Трехмерное движение туманности Андромеды Относительно нашей галактики Тогда был такой громкий результат Были сделаны соответствующие анимации И померяв очень точную Трехмерную скорость туманности Андромеды Относительно нашей галактики Стало возможно проводить Довольно детальные расчеты Того, как будут происходить слияния В нашей местной группе Ну вот, соответственно, они были сделаны Вначале произойдет слияние Нашей галактики с туманностью Андромеды Естественно, это процесс Такой вот, как сказать, маятниковообразный Но с затуханием, да Галактики не слипаются при слиянии Но действительно образуется Одна такая большая яма гравитационная В которой продолжают двигаться, колебаться звезды Но со временем все это успокаивается Чуть позже, после слияния нашей галактики С туманностью Андромеды Добавится галактика в треугольнике И в итоге все это вместе образует Единую структуру Ну и займет это довольно много времени Соответственно, вы помните У туманности Андромеды Тоже есть сверхмассивная черная дыра в центре Вот у М33 нет И, соответственно, в Мелкомеде Вначале возникнет двойная черная дыра Ну а потом они сольются Соответственно, мы видим большое количество Двойных ядер галактик Наблюдая активные ядра Например, квазары Ну вот это рентгеновское изображение на обрезке А вот оптическое изображение Соответственно, видны две галактики В которых находятся квазары Видны приливные структуры То есть галактики действительно взаимодействуют Все это можно моделировать И, соответственно, можно моделировать Дальнейшую эволюцию пары черных дыр Есть не только двойные, но и тройные системы черных дыр Галактики сливаются, сливаются, сливаются друг с другом А для слияния черных дыр Может потребоваться довольно много времени И поэтому в центральной части Получившейся галактики Может болтаться несколько объектов Соответственно, вот хорошо видны два ядра Но детальные наблюдения с помощью VLBI Позволили одну из этих ядер разрешить То есть вот этот прямоугольник отзумленный Маленький кусочек отсюда И здесь оказалось тоже двойное ядро То есть есть более тесная пара И черная дыра на более широкой орбите Относительно недавно впервые удалось увидеть Тройную систему в Сейфертовской галактике Второго типа Соответственно, вот они три области Где находятся три сверхмассивные черные дыры Тройные системы встречаются редко А вот пар все-таки известно уже достаточно много И достаточно активно ищут Но есть более надежные пары и менее надежные пары Скажем так Был проведен такой массированный поиск пар С радиоактивных ядер галактик По данным SDSS И в довольно большом проценте Активных ядер галактик Мы видим заметные следы двойственности Скажем так И когда мы их видим То часто видны При наблюдении галактик Где находятся эти активные ядра Видны следы приливного взаимодействия То есть видны следы того Что галактики недавно взаимодействовали То есть действительно Соответствующий сценарий Образования двойных тройных черных дыр Имеет под собой довольно хорошее наблюдательное Подтверждение основания Ну и количество пар Таких довольно далеко Великой я не буду наверное О том останавливаться Еще есть всякие интересные примеры Вот у нас курс называется Современная феноменология Соответственно я пытаюсь Много интересных наблюдательных примеров Вам показывать Соответственно обнаружено Активное ядро По радиоизлучению Мощный радиоисточник В очень маленькой Ну вообще почти такой Невидимой галактике Все это происходит вблизи центра скопления То есть вблизи ярчайшей Галактики скопления Ярчайшей центральной галактики скопления И по всей видимости Речь идет о том Что небольшая галактика Пролетела слишком близко От центральной массивной галактики Была очень сильно ободрана Но тем не менее Ее центральная часть Улетела То есть продолжила двигаться По квазиэлектрической орбите И соответственно Улетела черная дыра То есть в результате взаимодействия Вовсе не обязательно Черная дыра Входит в состав Более крупной галактики Соответственно просто Галактика была ободрана Более мелкая И к слову сказать Образуется галактика Наверное Типа того Что мы обсуждали На прошлой лекции То есть галактика С аномально массивной Черной дырой Если когда-то удастся Эту галактику изучить В деталях То соответственно Мы измерим массу черной дыры И с удивлением обнаружим Что составляет она Не какие-то десятые Или сотые доли процента От массы всей галактики А гораздо большую долю И связано это не с тем Что черная дыра Выросла слишком большой А с тем Что после того Как все было В какой-то гармонии разумной Галактика просто была Ободрана В результате Проливного взаимодействия Ну вот Мы переходим К следующему кусочку Как бы то ни было Черные дыры сливаются И здесь происходит Очень интересное явление Интересно Что теоретик Физики Теоретики рассмотрели Его достаточно давно Едва ли не в 60-е годы И потом Все это забыли На долгие времена И Астрофизики Вспомнили об этом Как следует Уже ближе к 90-м Годам При слиянии Черная дыра Которая получается Слияние Двух черных дыр Может проигрести Довольно большую скорость То есть действительно На первый взгляд Картинка выглядит Контринтуитивно Вот мы определили Центр массы У нас пустая вселенная Две черных дыры Вот он Центр массы И они вращаются Вокруг него И вот мы смотрим На две этих черных дыры Они начали вращаться После этого мы взяли Пошли пить чай И не смотрим Как у нас вращается Наша пара черных дыр И попросили нас позвать Когда слияние Произойдет Слияние произошло Мы приходим И видим Что получившаяся Черная дыра Не сидит в центре Массы системы А с довольно большой Скоростью Куда-то движется Причем Если мы Будем делать Разные пары То очень трудно Предсказать В каком направлении Кстати Будет двигаться Черная дыра Происходит это Потому что Гравитационные волны Уносят импульс И Гравитационные волны Излучаются Несимметрично Соответственно Несимметричный Унос импульса Приведет к тому Что оставшаяся Черная дыра В исполнении Закона сохранения Импульса Будет куда-то двигаться И Красивый результат Состоит в том Что Скорость не зависит От массы Потому что Конечно Чем больше массы Черной дыры Тем труднее ее разогнать Но чем больше массы Тем больше она Излучает И в итоге Скорость Зависит только От Отношения масс От ориентации Спинов Черных дыр От некоторых От параметров Начальной орбиты Немножко Но не зависит От массы То есть Вы можете Получить скорость Тысячи километров В секунду И для черных дыр Звездных масс И для черных дыр С массами По 10 миллиардов Масс Солнца Например Ну К слову сказать По 10 Не получится Нужно Чтобы была Некая симметрия Ну вот Максимум Достигается При отношении масс Черных дыр Не при отношении масс А при вот Такой функции Порядка Одной трети Ну а функция Зависит от отношения масс Это как обычно Отношение масс И как вы видите Кики Могут быть Очень большими Происходит это Кик Черная дыра Получает В основном На последних Стадиях Слияния Поскольку Последние Стадии Слияния Это почти Прямолинейное Движение Двух Сливающихся Черных дыр Соответственно Основная Скорость Приобретается Именно на этой фазе Затем Скорость И вот в этот момент Скорость Может быть Вообще Довольно Большой То есть Можно там За тысячу Километров В секунду Уйти Потом Скорость Может немножко Гаситься За счет Так называемого Антикика Дело в том Что когда Две черных дыры Слились То есть Образовался Единый горизонт Слияние Еще не закончилось И грубо Это можно Представить Себе так Вот у нас Идет Слияние Последняя фаза Повторюсь Почти Прямолинейная Падение двух черных дыр Друг на друга Соответственно Черные дыры Излучают Граффолны В основном Направлении Своего движения Из-за Релитийского эффекта Просто Из-за Релитийского Биминга Но после Того Как Слияние Квази Завершилось Образованием Общего горизонта Тем не менее Продолжаются События под горизонтом Горизонт сам Релаксирует Это тоже Приводит К излучению Гравитационных Вол И Асимметрия В данном случае Направлены В другую сторону Происходит Некая компенсация Той асимметрии В излучении Которая была До слияния И поэтому Возникает Такой антикик И Соответственно Немножечко Гасится Очень большая Величина Кика Но тем не менее Расчеты показывают Что тысяча километров В секунду Достижимы Тысяча километров В секунду Это много То есть Если В центральной части Нашей галактики Объект Придает скорость Тысяча километров В секунду Он из галактики Улетит Не все черные дыры Получают Такие большие Кики При слиянии Но все равно Скорость Достаточно Велика Чтобы Вывести Черную дыру Из центральной Области Соответственно Можно рассчитывать Что Мы будем Видеть Большое Количество Случаев Когда Активное Галактическое Ядро Не находятся В самом Центре Галактики Это означает Что недавно Произошло Слияние Черной Дыры Черная Дыра Была Выброшена Но Насколько Недавно Мы еще Посмотрим Время Возврата Черной Дыры В центр Галактики Может быть Довольно Сначительным Соответственно Люди Искали Такие Отскочившие Черные Дыры В том числе В данных СДСС Изучая Квазары И получили Что есть Заметное Количество Таких Отскочивших Черных Дыр Соответственно Болтающиеся Черные Дыры Наблюдаемые Как радиоисточники Ну или источники Других типов В карликовых Галактиках Тоже могут Объясняться Тем же Самым Поскольку Если это Просто Какая-то Голая Черная Дыра То она Не будет Мощным Источником А улетающая Черная Дыра Утянет за Собой Часть Своего Активного Собой Поэтому Может быть Ну или Натянет Вещество Заново Может быть Активным Заметным Источником Даже Не находясь В центре И соответственно Это происходит Не только В больших Галактиках Но и В карликовых Соответственно Очень мощные Кики Могут Выбрасывать Сдвигать По крайней мере Сильно Черные Дыры Даже из Центров Ярчайших Центральных Галактик Скоплений И При этом Они могут Эти черные Дыры Очень долго Возвращаться Обратно Вот в этой работе Было проведено Моделирование Для предельных Случаев То есть Очень быстрое Возвращение Очень медленное Возвращение Истина Находится Где-то Посередине О чем Пишут авторы Ну Естественно Рассматривать Предельные Случаи Проще И Время Возвращения Вот оно На левой Картинке Показано Время Возвращения Соответственно Вот тут Уже Возраст Вселенной То есть Вообще Говоря Даже Очень раннее Слияние Может Привести К тому Что до сих Пор Черная дыра Будет существенно Смещена Центр галактики Ну и соответственно Мы можем Это заметить Можно рассматривать Разные Сценарии И соответственно Довольно Заметная Доля Галактик Получает Большие Кики Которые Приводят К очень Большим Повторюсь Времена Возврата В центре Чем еще Могут Проявлять Себе Сверхмассивные Черные Дыры Это Уплощением Размазыванием Профиля Звездной Плотности Кратко Я Упоминал Об этом На прошлой Лекции Но Здесь Показаны Соответствующие Картинки Соответственно Если У нас Есть Такой Идеальный Профиль Звездной Плотности У нас Будет Довольно Резкий Касп В центре А если У нас Есть Пара Черных Дыр То Тогда Профиль Звездной Плотности Будет Существенно Более Плоским И Поэтому Использовать Профиль Звездной Плотности Нужно С некакой Аккуратностью Для оценки Масс Нужно Убедиться Что Там Нет Пары Черных Дыр Профиль Остается Достаточно Острым У нас Действительно Есть Такой Каспик И Тогда Можно По Звездной Плотности Пробую Попределить Масс Есть Много Примеров Пар Я Хочу Еще Несколько Вам Показать И Все Это Довольно Важно Интересно Потому Что Имеет Отношение К Расчетам Статистики Слияния Сверхмассивных Черных Дыр Что Можно Будет Наблюдать Например С помощью Следующего Поколения Гравитационно-волновых Детекторов И В первую очередь Речь идет О Космическом Интерфераменте И Лиза Но Также Есть Китайские Проекты Есть Японский Проект Но Лиза Видимо Будет Реализована Первой И Довольно Плохо Изучено Как Черные Дыры Подходят Друг Друг На стадии Когда еще Не доминирует Гравитационно-волновое Излучение Когда доминирует Гравитационная Волна Все просто Там вы Открываете Ландау-лифт Берете Формулу И все Считаете А Когда Черные Дыры Находятся На расстоянии Парсек Или Десятки Парсек То Они Сближаются За счет Взаимодействия Со звездами И газом И здесь Много неясного Ну и даже на расстоянии Одного Парсека Там еще Очень важное Взаимодействие Со звездами И газом Потому что Там вообще Возникает Проблема Проблема Последнего Парсека Поскольку Это расстояние Поиск Поиск Периодичности В Кривых Блесках Это Могут Быть Оптические Кривые Блески Как В данном Случае Могут Быть Рентгеновские Кривые Блески Ну и Естественно Если У вас Две Черные Дыры Находятся Достаточно Тесно Близко Друг От Друга Друга Если Это Довольно Тесная Пара То Они Начинают Существенно Влиять На Аккреционные Потоки Вокруг Друг Друга И Это Приводит К переменности На Орбитальном Периоде Черных Дыр И Такая Переменность Обнаруживается Соответственно Это Позволяет Изучать Уже Довольно Тесные Пары Ну Здесь Вы Видите Там Периодичность Порядка Сотен Дней То есть Порядка Года Но Я Предоставляю Вам Воспользоваться Третьим Законом Кеплера И Посчитать При массе 100 Миллионов Миллиард Масс Солнца 10 Миллионов Масс Солнца Какому Расстоянию Соответствуют Орбитальные Периоды Порядка Нескольких Лет Ну Соответственно Могу Это Спросить Нельзя Наблюдают И широкие Пары Как Говорил Ну Вот Такой Красивый На мой взгляд Результат Нью-Старовский Здесь Довольно Большое Расстояние Между Двумя Галактиками С активными Ядрами 25 кПс Но Соответственно Эта пара Галактик Обречена Естественно На слияние То есть Когда-то В будущем Там возникнет Более тесная Пара Черных Бел Естественно Процесс Образования Таких пар Изучается В численных Моделях Довольно Активно И Здесь Ковторюсь Очень важно Учитывать Взаимодействие Черных Дыр С Окружающим Веществом Сказом И Звездами На самых Последних Стадиях Можно Рассчитывать На наблюдение Электромагнитных Сигналов От слияний Сверхмассивных Черных Дыр Это очень важно Поскольку Элиза Например Ну и уж тем более Пульсарные Наблюдения Будут очень плохо Локализовать Объекты На небе И Поэтому Было бы Здорово Обнаруживать Транзиенты С помощью Обычных Электромагнитных Наблюдений И В данной Работе Моделируется Электромагнитный Сигнал В оптике Речь идет о том Что слияние Естественным Образом Отражается На Поведении Аккреционных Дисков Аккрок То есть Образуется Единый Аккреционный Диск И Дополнительная Светимость Выделяемая При этом Может быть Довольно Большой То есть Эта Светимость Соответствует Светимости Довольно Мощного Активного Ядра Галактики И Соответственно Можно рассчитать Характерное Время На котором Будет Возникать Такой Транзиент И Целенаправленно Искать Такие События Ну и Когда Появятся Гравитационно-волновые Детекторы Под такие Слияния Соответственно Сопоставлять Данные По таким Транзиентам С Гравитационно-волновыми Данными Ну вот В частности ЛССТ Сможет Обнаруживать Согласно Этим Авторам Подобные Слияния На Достаточно Больших Красных Смещениях Вплоть до Единицы Соответственно Разные Группы Продолжают Расчеты Связанные С Возникновением Таких Транзиентов И Рассматриваются Разные Эффекты Приводящие Расчеты Сверх Сверхмассивных Черных Дыр Что будет Ясно Позже Соответственно Обычно Говоря О регистрируемых Слияниях Черных Дыр Звездных Масс Мы имеем В голове Картину Что у нас Была Пара Звезд Она Эволюционировала Две Звезды Превратились В компактные Объекты Например Две Черных Дыры И Тогда Со временем Они могут Слиться Пара Черных Дыр Сливаются Реже Чем Пара Нейтронных Звезд Зато Из-за Большей Массы Их Видно С большего Расстояния Этот Эффект Перебивает Поэтому Неудивительно Что в Статистике Лайга Больше Слияний Пар Сверхмассивных Черных Дыр Сверхмассивных Конечно Соответственно Можно Рассчитывать Вейвформы То есть Форму Гравитационно-волнового Можно Моделировать И более хитрые Процессы То есть Процесс Например Коллапса Оболочки На черную Дыру И Как у нас При этом Излучаются Гравитационные Волны Давайте Мы Двинемся Дальше Но Нас Интересуют Все-таки Собственно Сигналы От Слияния Черных Дыр Как Звездных Масс Так И Сверхмассивных Поскольку Разные Массы Соответствуют Разным Робитальным Периодам То Соответственно Слияния Будут Ну И Разные Массы Соответствуют Разному Размеру Предельной Орбиты Естественно Поэтому У нас Возникают Разные Частоты Для Слияния Черных Дыр Разных Масс Важна Естественно Суммарная Масса Поскольку Именно Она В закон Китлера Я надеюсь Вы помните И на Левом Графике Соответственно В зависимости От Суммарной Массы Пары Черных Дыр Показана Орбитальная Частота Предельные Значения Это Частоты Уже На Стадии Слияния То есть Вот Зеленая Линия Если она Видна Это Последняя Устойчивая Орбита Last Stable Orbit Красная Синя Это Колебания Черной Дыры После Слияния То есть Это Квазинормальные Моды Соответственно Есть Области Где мы Естественно Не ожидаем Мы не ожидаем Высокочастотных Сигналов От Массивных Черных Дыр Вообще Низкочастотные Сигналы Нам не очень Интересны Потому что Хочется Видеть Какую-то Форму Хочется Видеть Дрейф Частотный Гравитационно-волнового Сигнала Ну и Соответственно Если этот Дрейф Маленький То это Фактически Ненаблюдаемая Штука Пунктирные Линии Соответствуют Частоте За 3 Года До слияния За 1 День До слияния За 1 Минуту До слияния То есть Например Элизм Сможет Видеть Сигналы От пар Черных Дерзвездных Масс За некоторое Время До слияния И Соответственно Будут Работать Наземные Детекторы То есть Мы можем Увидеть Вначале Сигнал На низкой Частоте Который Регистрирует Элизм А потом Зарегистрировать Высокочастотный Сигнал Соответственно Показаны Диапазоны Где регистрируют Наземные Детекторы Космические И Пульсарные Системы Когда С помощью Радиотелескопов Мониторируется Большое количество Радиопульсаров Чтобы Изучить Самые Низкочастотные Гравитационные Волны Ну В первую очередь Речь идет о фоне Гравитационных Волн И Соответственно Есть надежда Что Пульсарные Антенны Успеют Зарегистрировать Этот сигнал До начала Работы Элизм А на правом Графике Показана История Четырех Галактик Четырех Сверхмассивных Черных Дыр Можно сказать Так И Соответственно Вот Кружочки На каждой Из Четырех Эволюционных Кривых Соответствует Слияние Значит Вот Эта Кривая Соответствует Две Верхние Кривые Соответствуют Ярким Квазарам То есть На Z6 Мы имеем Яркие Квазары Тут мы Их Наблюдаем Это Конечная Точка Эволюции С точки Зрения Наблюдения У нас Есть Яркие Квазары У Квазаров Как вы Помните Масса Черных Дыр Не Супербольшие 100 Миллионов Соответственно Рассмотрены Две Альтернативные Истории Одна История Начинается С Образования Очень Массивной Зародышевой Черной Дыры Поэтому Не тянется До Больших Красных Смещений А Вторая Начинается С Больших Красных Смещений И Соответственно В процессе Эволюции Галактики Она Сливается С другими Галактиками Ну или Там Попадают Массивные Черные Дыры Которые Не были Никогда в центре Галактики Образовались По Другим Каналам И Кружочки Отмечают Моменты Слияния Соответственно Вот это Для Яркого Квазара На З6 Посчитанной Истории Красная Это Типичная Эллиптическая Галактика А зеленая Это Галактика Типа Нашей Соответственно Вот В Истории Галактики Типа Нашей В этом Сценарии Выделяется 5 Эпизодов Слияния Центральной Черной Дыры С другими Черными Дырами И Соответственно Дальше Можно смотреть Сможет Это Видеть Элиза Или нет И Серый Фон И числа Здесь Соответствуют Отношению Сигнал Шум Для этих Регистраций Соответственно Вот Такие События Не Видны Такие События Не Видны А Все Что За Примерной Десяткой По отношению Сигнал Шум Уже Можно Регистрировать Соответственно Если Говорить Вот Таких Сценариях То Наиболее Перспективной С точки Зрения Подачи Сигналов Для Элизы Вот Этот Сценарий Когда У вас Не Слишком Массивная Зародышевая Черная Град Длинная История Слияния И Начиная С Красного Смещения Уже Там 12 13 Элиза Сможет Регистрировать Сигналы Ну и Есть Надежда Что От Слияния Вот В этой Области В будущем С приборами Типа ЛССТ Можно Будет Регистрировать Электромагнитные Сигналы Так Так что Хорошо Что ЛССТ Будет Работать Одновременно С Элиза Но Соответственно Сейчас Мы Регистрируем Гравитационные Волны Черных Дер Звездных Масс И Здесь Есть Интересная Гипотеза Кроме Вот Этого Основного Канала Эволюции Обычных Двойных Систем Рассматривают Еще Два Один Я бы Сказал Более Фантастический Он Связан С Первичными Черными Дырами Рассматривается Идея О том Что Часть Объектов Которые Зарегистрированы По Гравитационно Волновым Наблюдениям Это Пара Первичных Черных Дыр Соответственно Они Никогда Не Проходили Стадию Звездной Интересной До конца Не отброшенной Но На мой взгляд Крайне Фантастическая Есть Другая Гипотеза Более Реалистичная Имеющая Отношение К сверхмассивным Черным Дыр В диске Вокруг Сверхмассивной Черной Дыры В центре Галактики Возникают Благоприятные Условия Для формирования Пар Звездных Черных Дыр То есть В галактике Естественно В любой Галактике Много Одиночных Компактных Объектов Будут Они В центральной Области Галактики Они Будут Попадать В этот Диск А дальше Как планеты Они будут В нем Мигрировать И Расчеты Показывают Что в дисках Есть такие Ловушечные Зоны Вот на левой Картинке Показана Эволюция Траектории Черных Дыр В Аккреационном Диске И видно Вы стартовали С внешних Частей Диска И пришли Там в область Ну в данном Случа Где-то 650 Астрономических Единиц Стартовали Каким-то образом Там оказались Сразу внутри Этого Диска И Все равно Тогда вас будет Тянуть наружу Кланеты В протопланетном Диске Могут Мигрировать Вообще говоря И наружу И внутрь В зависимости От параметров Диска У протопланетных Дисков Чаще Миграция Внутрь Все-таки Но Могут Возникать Даже в протопланетных Дисках Условия для Миграции Наружу И вот здесь Они тоже Реализуются И соответственно Образуется Область Где У вас Много Черных Дыр Они находятся В диске И тогда Просто за счет Динамического Взаимодействия Друг с другом Они могут Образовывать Пары И на Правом Графике Показано Распределение Этих Образовавшихся Пар Черных Дыр По Большим Полуосям Уже Орбит Вот этих Пар Здесь Орбита Вокруг Сверхмассивной Черной Дыры А здесь Орбита Образовавшейся Пары Черных Дыр Звездных Масс И видно Что можно Образовывать Довольно Тесные Пары У которых Будет Относительно Небольшое Время До Слияния То есть Аккреционные Диски Вокруг Сверхмассивных Черных Дыр Могут Быть Очень Эффективным Местом Очень Эффективного Формирования Тесных Пар Черных Дыр Звездных Масс Которые будут Сливаться Так возникает Довольно На мой взгляд Красивая Связь Между Сверхмассивными Черными Дырами И Слиянием Звездных Черных Дыр Ну а пока Соответственно Мы ждем Проект Элиза Я напомню вам Краткую историю Что вначале Разрабатывался Проект Лайза Три Спутника Соответственно Вот Полностью Замкнутый Треугольник Лазерных Лучей Это был Совместный Проект Европейского Американского Космических Агентств Нас вышло Из проекта Европейцы Вначале Хотели отказаться От проекта Он очень дорогой Но потом Решили его Все-таки Делать И в итоге Он реанимирован Был в немножко Урезаном виде Получил Другое название Это было Жесткое требование И И Теперь Нет Третьей стороны Третьей стороны Лазерного Треугольника Но зато Проект Полностью Одобрен Прототип Отдельного Такого Спутника Отлетал Уже То есть Там Много Сложной Механики Уже Отработано В реальном Летном Образце В условиях Его орбитального Поведения И соответственно В начале Тридцатых Годов Этот проект Должен быть Реализован И тогда Будут наблюдаться Слияния Сверхмассивных Черных Дыр Будет наблюдаться Фон От Большого Количества Объектов Ну Нам в первую очередь Наверное Интересны Слияния И естественно Постоянно Проводится Популяционный Синтез С целью Предсказать Темп Слияний Темп Регистрации Слияний С помощью Лайзы Проблема в том Что Лайза Все-таки Не супер Большой Детектор И Вы помните Что У таких Детекторов Размер Соответствует Длине Принимаемой Волны То есть Если вы Делаете В космосе Детектор Со стороной Треугольника Порядка Миллиона Километров Значит Вы ловите Гравитационные Волны С длиной Волны Порядка Миллиона Километров 10 миллионов Километров Значит 10 100 Значит Порядка Астрономической Единицы И Если вы Посчитаете Размер Ну давайте Собственно Возьмем Миллиард Масс Солнца Например Для массы Солнца Это 3 километра Для миллиарда 3 миллиарда Километров 3 миллиарда Километров Это 20 Астрономических Единиц Соответственно Чтобы регистрировать Слияние Таких Черных Дыр Нужен Лазерный Интерферометр Или Размером Десятки Астрономических Единиц Или Как в лайга Вирг Вам нужно Реализовывать Многократное Прохождение Луча Туда Сюда Но Про многократное Прохождение Луча Туда Сюда Никто Не Заикается Потому Что трудно Еще повесить Запирающие Зеркала В космосе Это все-таки Не труба Где-нибудь В Тоскане И поэтому Вам нужны Большие Детекторы Лайза Не такой Большой И поэтому Он Будет Регистрировать В основном Слияние Черных Дыр С массами Меньше Нескольких Миллионов Масс Солнца То есть Не самых Массивных А слияние Таких Объектов Интенсивно Должно Было Происходить В более Ранней Эпохе В среднем Естественно Поэтому Возникают Проблемы Далекие Сигналы Более Слабы Кроме Того Как я Вам Говорил Есть Большие Неопределенности Просто В сценариях Есть Неопределенности В том С какой Скоростью Уменьшаются Большие Полуоси Орбит Сверхмассивных Черных Дыр Ну Есть Всякие Другие Неопределенности Естественно Поэтому Люди Рассчитывают Много Сценариев Проводя Такое Моделирование И Естественно Мы все равно До конца Не уверены В ответе Видно Что Неопределенность Довольно Велика Даже В рамках Рассмотренных Сценариев От Нескольких Событий За год До Нескольких Сотен Событий За год Но Будем Надеяться На Какое-то Более Оптимистичное Развитие Событий Соответственно На то Что Элиза В 30-е Годы Сможет Непосредственно Регистрировать Слияние Сверхмассивных Черных Слайд Черные Дыры Возникают На красных Смещениях По всей Видимости 10-20 Рассматривается Несколько Сценариев Формирования Зародышевых Черных Дыр Два Основных Это Звезды Населения 3 И тогда Масса Этих Первых Черных Дыр Порядка 100 Масс Солнца Или Это прямой Коллапс Облаков И тогда Масса Могут Быть Гораздо Больше Десятки Даже Сотни Масс Солнца Есть Более Экзотические Сценарии Это И первичные Черные Дыры И Прямой Коллапс Очень Массивных Дисков В Центральных Частях Галактик Дальше Масса Черных Дыр Растет Во-первых За счет Акреции Во-вторых За счет Слияния Друг с Другом Соответственно Это позволяет К настоящему Моменту Драсти До Десятков Миллиардов Масс Солнца В некоторых Случа Черные Дыры Сливаются Друг С другом В первую очередь За счет Слияния Галактик И Соответственно Мы Наблюдаем Пары Тройки Черных Дыр Возникших Таким Способом И Надеемся В будущем Регистрировать Слияние Напрямую Ну и Существует Очень красивый Механизм Гравитационно-волновой Ракеты Когда в результате Слияния Черная Дыра Приобретает Скорость Что Может В случае Легкой Галактики Вообще Выбрасывает Черную Дыру И поэтому Межгалактическое Пространство Тоже должно Быть заполнено Черными Дырами В том числе Довольно Массивными Ну или По крайней мере Черную Дыру Может Сильно Выбивать Из центра Галактики И дальше Она в течение Долгого Времени Будет Возвращаться Обратно За счет Динамического Трения Например И поэтому Мы Ищем И находим Такие Вот болтающиеся Черные Дыры Хорошо На этом Я останавливаюсь Спасибо Спасибо